Москва, 13-ое, РИА Новости Россия располагает опасным для любой американской власти компроматом, из-за которого с самой подготовки к выборам 2016 года республиканцы и демократы оказались в глупом положении, пишет обозреватель американской газеты Wall Street Journal Hallman Wett Jenkins, младший. Журналист проанализировал действия главы ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хилари Клинтон. Автором этих действий был директор ФБР Джеймс Коми, который, как мы позже узнали, руководствовался полученными им российскими разведанными, которые, если они были правдивы, сильно дискредитировали демократическую партию и администрацию Обамы. Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение над другом. Он вновь открыл дело Хилари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа, уверен публицист. Также Джункинс-младший заявил, что в так называемом Рашуге эти все главные тезисы на поверку оказываются совсем не такими, как на первый взгляд. Во-первых, он отметил, что отношения России и США во время президентства Дональда Трампа не стали заметно лучше, как утверждалось в доказательство причастности Кремля к результатам выборов в Америке. Во-вторых, обозреватель WSU напомнил читателям газеты, что практически все американские президенты, вне зависимости от партийной принадлежности, пытались наладить диалог с Москвой. Не обязательно любить Трампа, или то, как он высказался о Путине, или его многочисленные действия и бездействия, чтобы понять, что все они были, по сути, обычными и объяснимыми по мотивам. Все президенты надеются получить политическую выгоду от улучшения отношений. Каждый президент, начиная с Джорджа Буша, младшего, стремился подружиться с Путиным. Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает, утверждает журналист. Статуя Эфемиды, РИА Новости, 1920, 7 ноября 2021 года, 7 ноября, час 54 СМИ сообщили, кто снабжал Донченко ложными сведениями для досье на Трампа главный вывод Дженкинса, опасность имеющегося у России компромата на властную систему США в целом. Он уверен, что Москва в состоянии перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США в случае опубликования конкретных данных. Вся эта неразбериха дает администрации Байдена дополнительную причину уходить вокруг Путина на цыпочках. Меньше чем больше чем информационная игра между США и Россией, столько же секретов, которые они хранят друг для друга, сколько секретов, которые они хранят друг от друга, и правда, которая, скорее всего, лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей, либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался Трампу. Белый дом боялся, что российская информация о демократах, настоящая или фальшивая, просочится и навредит Министерству юстиции и администрации Хилари Клинтон. Эта информация по-прежнему грозит выйти наружу, с учетом того, что мы узнали о досье Стилла. Она по-прежнему грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов, пусть и не так, как представлял себе Коми, резюмировал автор. После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование о якобы связях штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которые подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стилл. В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о сговоре дезвуировали и сейчас расследуют под оплеку кампании против Трампа. Россиянин Игорь Донченко стал одним из трех обвиняемых, которых установил спецпрокурор Джон Дарем.